Всем привет друзья, добро пожаловать на самый масштабный ролик по игре на канале 100 дней хардкора в море воров. У меня 3500 часов и я решил создать нового персонажа. Цель будет следующей, дойти до легендарного пирата и для этого мне предстоит набрать 50 уровней у трёх главных фракций, чтобы получить заветную песню у таинственной персоны и спуститься в логово Афины. В ролике вы увидите каждое моё действие в становлении легенды. Будут взлёты и падения, я буду топить корабли и конечно будут топить меня. Безумные альянсы с другими кораблями, обманы и дружбу. Видео очень долгое, погружайся полностью в эту историю, приятного просмотра. Я очнулся на одиноком острове, вокруг не было ни души. И тут я понял, что буду самым настоящим пиратом, но пока не знал как. В самом начале моего пути появился верховный пират. Это самый главный, так сказать, создатель моря воров. Он-то мне объяснил самое начало моего пути. Взял саблю, которая торчала в пальме. Зарубил этой саблей скелета и, как я понял, это станет моим первым оружием. Потом появился опять верховный пират и стал учить меня копать сундуки. Дал карту с крестиком, где зарыт клад. Когда выкопал, увидел деревянный сундук. Он был тяжёлый и в нём что-то гремело. Его надо было отдать верховному пирату. И тот его открыл. Вручил мне начальные инструменты и оружие. Ходили слухи, что на этом острове есть таинственный ключ. И я отправился на его поиски. Он оказался вверху в воде. Он открывает тайную комнату, где лежит немного золота. Вот и наступил момент, когда моё внимание притянул разбитый корабль. На нём я смогу выплыть в море и посмотреть другие острова. Быстро починил и отправился в путь. Когда заходишь в игру впервые, даже не представляешь, как она тебя затянет. Тут очень красивые виды. Одна вода завораживает на долгие часы геймплея. Многие готовы просто ловить рыбу на факторе и наслаждаться переливанием волн на закате. Вот и я примкнул к таким пиратам, но не для наслаждения, а для того, чтобы стать легендой. В первые минуты отплытия от начального острова мы видим всю красоту. Тут появляются скелеты на Галеоне. Мегалодон, который провожает во взрослую жизнь. И, конечно, для дополнения картины можно усреть Кракена, который ломает напополам корабль скелетов. Это всё будет ожидать нас дальше. Но первым делом мы хотим просто насладиться этим миром игры. В мире, где ты себя чувствуешь настоящим пиратом, который хочет золота и славы. Каждый начинает с этого острова и, как покидает территорию обучения, пишет дальнейшую историю сам. Мне уже не терпится начать это приключение, ведь эта игра где-то в глубине души. Те, кто играет в неё очень долго, скажут лишь одно, что любят её всем сердцем. Обучение мы прошли, увидели верховного пирата и получили начальное оружие. Самое время начать нашу цель и окунуться глубже в море воров. Я очнулся на форпосте и нужно было с чего-то начать. У входа меня встретил таинственная персона. Начал рассказывать про игру и я понял, что нужно как можно скорее прийти к нему вновь с разговором о легенде. Но до этого далеко и отправился за одеждой на персонажа. У меня было немного золота и купил самые доступные мне шмотки. Обучение продолжалось. Золотодержцы поручили задание на раскопку сундука. Этот квест отправляет нас также на набивание руки по крестикам и картам. Отправился на это задание, приплыл на остров, выкопал сундук и повёз обратно. Отдав сундук я был в полном открытом мире и уже сам выбирал свой путь и дальнейшие действия. Каждый уважающий себя и свой корабль пират забивает весь трюм ресурсами. Потому что очень много битв будет на пути. Вот и я стал лутать форпост на факт возможных битв и преследований. Теперь уже не будет никаких обучений и поблажек. Бочки на корабле забиты и нужно выплывать. В море воров есть мировые ивенты, вот как раз я решил отправиться на них, чтобы получить первое золото и репутацию. Когда плывёшь на корабле, нужно постоянно смотреть за горизонтом. Я увидел неподалёку корабль и решил на него напасть. Вот и узнаем, зря я это сделал или нет. Бочки! Чего? Брат, прости. Удачи! Удачи! Да что такое-то? Да что такое-то? Первый мой корабль, который я утопил. Они перевозили много сокровищ и увидел я их вовремя. Конечно, ключевым моментом стали бочки на борту, но сами виноваты и больше их ставить, надеюсь, не будут. Забираю всё добро на свой корабль и везу на фурпос. У меня не капитанский корабль, чтобы его купить мне нужно 100 тысяч золота и плаваю я пока на стандартном. А значит буду таскать весь лут руками, а не в шатёр правителей. Но это мне никак не мешает всё продать. Времени прошло достаточно и получил я за это ещё больше золота в карман и, конечно, первую репутацию. Начало положено и давайте посмотрим мой дальнейший путь. Активности на сервере не было и я отправился на испанский форт. Такие форты расположены на карте и их много. Можно поплыть на ближайший, что я и сделал. Там всегда призраки и их несколько волн. По ним лучше стрелять с мушкетона и дальнострела, сабли они убиваются дольше. Последняя волна нам открывает мини-босса, стража этого форта. Когда с ним разбираемся, падает ключ от сокровищницы. В ней не особо много сокровищ, но для старта пойдёт. И тем более, когда нет актива, такие форты в самый раз. Да и плюсом, если пробежаться с ящиком для хранения, можно залутать очень много полезного. Например, хорошую еду и ядра. Я всё погрузил на корабль, пожарил мясо и рыбу. Отправляемся дальше. Встретил мегалодоны и, кстати, это предпоследнее по редкости древний ужас. После него идёт только скрытый дух. Расличаются они только названием и цветом, ну и ачивки. Убив его, я собрал ещё немного сокровищ, которые были у него в пасте и желудке. Уже при подплытии к форпосту, чтобы всё продать и получить золото с репутацией, встретил галеон скелетов. Этот лакомый кусочек тоже отправил на дно и стал горбонить лут уже с галеона. Забрав лут, увидел на форпосте шлюп и мне стало страшно его продавать. Ведь меня могли обмануть и просто забрать всё. Я встал недалеко от форпоста и выстрелился с пушки, посмотреть, что там за игроки и что мне предложат. Ну а переоделся я в полного новичка, чтобы меня точно не трогали. Привет! 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 Привет, давай! Ха? Мне нужна высушение. Мне нужна высушение, чтобы слышать, понимаешь? Погнал у меня? Нет, я не беру, спасибо. Это всё. Мирас ты курва, ебан. Хочет у меня. это самое где иностаток ругаются то наобьем им пустым же крыльца курва чего не ругается а а там еще шлюп там и фортуна и шлюп мне надо это самое потрогать и сдать все не заметил все нормально я пошел вернулся на свой корабль и решил поплыть за другим шлюпом у него была большая имя сарка а значит много сокровищ на борту но когда я подплывал они спустили паруса и ринулись бежать у меня не было столько времени я поплыл обратно на форпост продавать то что уже было на носу корабля на горизонте увидел галеон немного испугался пустил свой корабль в плавание и немного продавал что успел скинуть у пирса вернувшись на корабль через русалку меня атаковал скелетный шлюп я его потопил и забрал еще лута а тот галеон игроков просто затонул в море у меня уже не было никакого страха все продать поблизости никого не было мне удалось на фармить еще репутации золото напоминаю что золото мне нужно для личного корабля а репутация чтобы набить 50 уровня для звания легендарного пирата первый мой мировой ивент призрачная флотилия она всегда спавнится около какого-нибудь острова вокруг которого плавают призрачные корабли этот ивент делится на стадии первой стадии обычные корабли с которых максимум что падает это ресурсы во второй стадии появляются мини боссы в третьей опять обычные призраки а заключительная стадия это и обычные призраки и мини боссы и конечно главный босс чтобы нафармить как можно больше нужно забирать всех мини боссов включая последнюю стадию ведь если убить главного все корабли пропадут я так и сделал стреляя по каждому из кораблей затопил по максимуму и забрал все сокровища которые там были включая магические ядра у меня на борту была целая флотилия я был настолько счастлив уже предвкушал как все это продаю и радуюсь репутации пока все гарпуню наступило утро ясный солнечный день без шторма и угроз со стороны вызывал улыбку и давал отличного настроения сортировал все эти кучи сокровищ на нос корабля и вдруг услышал пушечный выстрел ты что я надеюсь не не зацепил г понял Было дико обидно всё это отдать Галеону. Я совершенно его не видел из-за скалы, которая была прямо у моего корабля. Они воспользовались моментом и просто подплыли незаметно. Жажда вернуть всё преследовала меня и конечно понимал, что ничего может и не получиться. У меня нет столько ресурсов, чтобы хватило на Галеон. Да и если мне сломают мачту, это пиши пропало. А вдруг я плохо настроен и сам бой будет на моей стороне? Посмотрим. Чё, пролетят, купаются. Понятно. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Но, αλλά таких людей которого приходят в банде не прости своем или убериться в банде legitёр 옷, это затемнёвая определённая bathing perspective, и можно сбивать ответile двух двумевых людей. и возможно Cela станет часов не у jumpsureんで. чем не разнесутся у меня 60 ядр ядер я ничего не сделала только не мачта это сразу просто а Но у меня еда, все. У меня закончилась еда. Ну, все, смачно. После полученного поражения я просто сидел на форпосте и наслаждался видами. Так сказать, приходил в себя. Но нужно двигаться дальше и всегда побеждать тоже не получится. Успех будет и на моей стороне. А забегая наперед, мой персонаж еще не в курсе, что его ждет. Это только начало, а впереди столько всего интересного. В игре есть система альянса. Корабли могут вступить в союз и фармить вместе. Создавать на сервере так называемую гильдию. Но иногда союзы рушатся из-за обмана. Я плыл на мировой ивент, увидел корабль и поплыл к ним в надежде подружиться. У меня корабль новичка, скины новичка и очень интересно, как меня воспримут другие игроки. Если у вас уже есть догадки, что будет, уверяю вас, вы не догадаетесь, что произошло в те моменты. Интересно, она бахнет. Интересно, она бахнет. Ну нет. Обхитрил. Ну я полечу отсюда. Все, отстаньте, не буду я вас трогать. Галеон. Даже не думай. Один выстрел галеона, и я возвращаюсь. Понял. Галеон без мачты. Еще шлюп плывет какой-то. И я такой без ресурсов. Что-то назревает. Брига против бриги, наверное, да? А шлюп что хочет вообще? Они в союзе с кем-то? Раз, два, три, четыре, пять кораблей. С кем они в союзе? Что-то там бочкой кого-то. Шлюп от бочки. Это самое. Блядь, та брига заходит. Блядь, под эту бригу не пойду. Да, успокойтесь. О, по бриги начали. А я, короче, спулив всех здесь. О, закусились. Все. Блядь, галеон вообще не вовремя сейчас. Галеон, даже не думай. Пахнуть нет? Что с ним? Давай, галеон, насаживай там всем. Блин, от обрига... А, это шлюп приплыл уже. Уже шлюп. От обрига потонула, кажется. В надежде, что не будут по мне стрелять со шлюпа. Помахать. Пускай думает, что я чисто новичок. Хорош по бриге пошел. Мне просто ресурсы нужны. Ход конем. Что там столько всего блестит? А, понял, что за этот... Будто столько. Да ладно. Быстрее, быстрее, быстрее. Ой, как дергает. Корабль, пожалуйста, не вертись. Вот это я, ребят, спулил. Все, поехали, поехали. Быстрее, быстрее отсюда. Нахрен. Куда-нибудь вообще. А, они там бахаются. Они бригу потопили. Сейчас, где у меня фурпост? Надо затереться в тумане. Так, на С. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, поплываем. О, вот это я понимаю. Вот это вот... Вот это новичок. Тара-та-ра-та-тушечки. Тара-та-ра-та-ра. Просто новичок-золотодержец приплыл. Спулил четыре корабля. Они там друг друга жахнули. И все. Как дела и делаются. Так, посмотрим, что здесь. Так, вытаскиваем это. Вытаскиваем. Ой. Стой, пламенеющий. Зададим. Ой, за мной даже не плывут. Они там вообще не до меня. Ой, урна хорошо зайдет торговому. Блин, надо было торговый ставить. В огоне нету? Вообще нету никого. А, изюмительно, блин. Обязательно флаги. Быстренько сдаем. Еще и фурпост такой замечательный. И пепельный здесь рядом. Вот такой альянс получился. Вернее, его не было. А ведь все могли поднять флаг сердечком. Пойти лутать мировые ивенты и скелетов NPC. Но у каждого своя выгода, и моя была в обмане всех кораблей. Когда меня потопили на Флотелии, я и не думал, что наступит счастье так скоро. Но кто знает, что будет дальше. А дальше я отправился на новый мировой ивент. Его еще не показывал в выпуске. Называется он Форт Фортуны, самый желанный у игроков морей. В нем есть сундук Фортуны, который очень дорого стоит. Также имеется легендарный сундук. Именно поэтому многие жаждут заполучить эти сокровища разными способами. Тут бывают союзы на Форте. Но они, как правило, до открытия цитадели. И потом корабли летят в щепки от бочек. Конечно, не обходится без криков, когда на горизонте появляется корабль. Ну, прям обилие контента. А я в одиночку решил поплыть и покорить его. Немного расскажу вам о нем. На Форте несколько волн скелетов. Это стражники Форта. Есть обычные, золотые, теневые, травянистые скелеты и ко всем разный подход. Например, обычных и теневых лучше убивать дэшем сабля. В травянистах также дэшем и не давать им заходить в воду. Золотых лучше мочить и поджигать. Теневые ночью принимают прозрачный облик и их нужно светить фонарем. Ну а вишенкой на торте является главный пепельный босс. Его лучше всего устранять ядрами с пушек. Но так как я один, у меня получится только мушкетоном и дельнострелом. Это тоже эффективный способ, хоть и немного дольше. Как я уже говорил, на форт стягиваются все и если вы уплыли с сундуком фортуны, за вами будет погоня. Ой, как не сладко убегающему. Особенно когда к нему стреляются с пушки, мешая продавать сундук. Но это я прям углубился в корне событий, которые могут ожидать. Я, кстати, тем временем заметил на горизонте бригантину. Поплывоку я сдам, а остальное заберу приплывом. Это у нас вот это, на стальной зуб, на Е. Тут нормально будет, поехали. Да, брига фигачит на всех парах на меня, блин. Отстань, рыба. Так, шлюп так и стоит, а брига на всех парах на меня фигачит. И по ветру. О, она сейчас будет, блядь, через 2 минуты. Теперь спрыгнуть, нет? Они уже сзади, блядь. Ну все, сейчас по ветру, блядь, а мне плыть и плыть. О, ну погнали. Ближе к златам. Главное, чтобы корабль не воткнулся сейчас. Стрелятся они. Хотя, может, успеет, блядь. Злата далеко. Вдвоем летят. Пошел нахер. Веселый шан. Ой, жестко, по мощным-то могут поработать. Скала, помогай. Это было вот. Хм-хм-хм. Он легенду забрал? Он легенду забрал. А, группа не... Серьезно? Из-за легенды и даже махаться не будут? Смотри, что дюроды тут. Из-за легенды. Где они там есть? Блядь, носом они тут... Думал, они направо, а наоборот будут. Вот это херово было с воды. Оно ясно. Стандарт. В смысле? Чего? Чего? Чего они ставят? Не... Чего они... Только не я, только не чего. Он, блять, только не вылететь! Пошлип уже не выбиваем, да? мне насували там ахой по кораблю насували сильно мне не удалось сохранить полностью свой лут но главное я продал самый ценный сундук фортуны не будем вспоминать о том что было лучше жить сегодняшним днем ведь именно сейчас не нужно опускать рука наоборот набивать уровни эмиссаров у меня начался обычный день пирата после отдыха от потопления первым делом поплыл на испанский форт весь его залутал собрал ресурсы и поплыл все продавать на форпосте ничего не происходило кроме ростной репутации вообще от всех ивентов хотелось немного отойти заняться чем-то более активным когда все продал просто выплыл в море увидел стоящую на острове бригантину и пошел на переговоры гнездо змеи есть что чисто спросить у ранее разговариваю у меня же нет эмоций спрятаться лодки нет у них что убьют меня hello hello can you hear me hi yes i am not understand you me loot gift а а а а а а и это да на 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 ну а окей окей пустой пустой могу взять я говорю пустой могу взять и ца они это окей о о о о о а я пошел тогда а и мой щип слуб корабль я не стал занимать новичков они и так были в шоке от того что у них на корабле оказался чужой пират подарили мне пустой ящик и на этом спасибо дальше мое путешествие очень долгое время происходило в море плавал то в одно направление это в другое мой взгляд упал на армаду это мировой ивент на армаде корабли нпс но они очень жесткие в одиночку легко потонуть бывает один корабль всплывает а бывает и два сразу даже два галеона одновременно скелеты стреляют магическими ядрами и самые противные ядра это якорь игрок я не испугался и в скором времени оказался там если вернуться назад помните множество кораблей где я забрал весь лут пока те сражались вот теперь такое произошло с моей стороны но подробности посмотрите сами галеон не по мне не по мне брат чем жопу накидают меня якорь я так и знал я так и знал что у него ну почему от мне именно я вообще его не слышно поднял якорь меня все плыть плыть галеон отстань я тебя прошу стреляй вон поэтому вы его прикиньте нормально ничего не уплывают неужели сдавать лут концы ящик щепотачь опять ко мне лицет неугомонный а и а и и и и и и и и Чё-то мощно сойдёт. Ну, чугун. Пожалуйста. Всё. Ладно. Всё. 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 Как у меня ананас достался. Охереть. Ну, я убью сейчас. Он умрёт? Всё. Или да ну нахер. Типа. Всё. 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 Давай. они вдвоем один держит не ни хрена не успеваю по таймингу они уже дальше по поводу я так не пилят закончится шлюп такой резво до подсуетился а ядра будут никак не могут потопить забрал забрал о лоу ай бро при нас надо успеть ресурс на том шут не альянс вся дружище плывет ко мне другое друг его а у меня бомбецов нету а те не плывут да за мной вот такой поворот получился первый шлюп который я пытался утопить просто взял и встал на приюте все продавать второй который приплыл после хотел забрать босса армады но я был расторопнее весь лут у меня поплыл на форпосты и все продал посмотрев на свой пиратский кошелек понял что мне хватит золото на личный корабль а это значит что мне больше не придется бегать каждому эмиссару просто буду гарпунить все к правителям и продавать как говорится не отходя от кассы поплыл я дальше и на пути встретил одного пирата думал что у него есть сокровище но он выполнял приключение был пуст немного с ним поговорив я отправился на призрачную флотилию чао сейчас он добряк интересно будет он таким добряком когда я буду собирать лук опа мое назревает что-то урагановая я не успею забрать раз-два-три-четыре ох сейчас буди так он там забрал получается но нормально а сейчас вернулся бро я забрал все чудил то будем уродней и дел то давай это альянс поставим ну возвращайся к себе тогда и еще поставлю и это знаешь чё ко мне запрыгни пощупай весь лут чтобы у тебя эмиссарка была пято нормальность не обиделся этот пират забирал в плотилию тут приплыл я и все забрал вы скажете что за мерзкий тип на авторе видео но ребят мне все быстро нужно сделать а к тому же могла быть битва а так предложил ему альянс и поделим 50 на 50 отправляемся на форпост и все продаем теперь можно продавать быстрее на личном корабле просто гарпу ним весь лут правителем и отдаем очень удобно легендарного пирата мне еще далеко но больше половины я прошел кстати давненько не было прям контента надеюсь он будет а пока выплываем на новые морские приключения поплыл прямиком на форт зелеными глазами это самый обычный форт по пути забрал мегалодона и немного расскажу о форте там также несколько волн скелетов все они похожи на тех что на форте фортуны только не такие активные как также имеется цитадель и главный босс это самый легкий форт забрать его не составит труда лутая все сокровища на корабль и уплываю на форпост продавать так уж получилось что чаще всего в небе появляется призрачная флотилия конечно ее нужно забирать и все также плыть на форпост продавать все стало цикличным но вдруг приплыли они оказывается какой-то шлюп просто стоял далеко от меня и ждал пока заберу и вен теперь самое главное сохранить все добро и не потерять свое время потраченное на флотилию первая ступень серьезно по ходу соло или не соло а их двое форт зеленый загорелся кстати блять все куда-то в кашу летит вообще по-любому кусать начнет и упустит именно в тот момент когда вот мне что-то надо добить там я не знаю мать что попасть минус 1 рыба кусай не меня только да сачки ведь они поплыли ахеренно вообще пока в изучение сколько у них магии дал его не прошел понимаю ну есть у меня воды набирается очень дофига я не успеваем накидать вообще улевать идите нахер вы видите своей дорогой куда плыли плывут за мной блять хер продаж спокойно безымянный остров блять это мне нужен был а и 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 понимаю вот сейчас можно было бы прыгнуть но у меня дырей опять ты на пушке стоишь давайте ребят пойду продавать закончилась наша вечная битва и можно расходиться по домам а вот мне удалось сохранить и более того довести до форпоста там я его быстро продал и помните я говорил про контент в небе загорелся форт фортуна и на него постоянно кто-то приплывает всякие такеры которые так и норовят украсть главный сундук на форте галеон и бригантина я на форпосте закупился темными вещами и отправился такерить думаю пора уже начинать делать и такое не судите строго это мой первый опыт подплываем ближе к порту кстати у меня этих нету ресурсов чтобы биться с двумя кораблями с галеоном а прикиньте они в союзе вообще пиши пропала давайте посмотрим как я выгляжу уля какой нормально такой я буду четкий на слушать а может пушки туда рубануть плыть долго но я попробую это кто может успею забрать как брига утонула три быстрей 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 я не знаю куда я его буду прятать уж копнуть ну ты чё ну ты чё охереть они настолько далеко стоят вы меня не видели пожалуйста плыви мимо стоит втыкает только не по бочке при так все идеально было на хрена они не чинили а побежали все на это это не могу корабль оставить они загорелись чего там бочка что ли у них охренеть они может все цитадели погрузили прикиньте утонуть что-то будет знатно и 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 вот ваши всякие а бедный сундук возьмите распишитесь еще был остальное забрать еще потопить галеон с него там наверно тоже я не пойму куда летит куда летит то там алё вот почему не на галеон да вот это я понимаю да еще откинь меня блять в другую сторону охерительно вообще у час можно было матч на раздать хочу с игрой штурвал нет все это на хер на кидаю все шесть до ядер нет ничего нет к не пиление у меня нету бомбецов нормально блять офигенно он умрет блять нет но меня с трех метров конечно ну я не могу их убить блять просто не могу вот кто эти воины Ну нет, ну не сейчас Это все, блядь За что мне это, за что Нет, это все уже Че в король лезет Блядь, а у меня нет эмоций А прикиньте, все бы в лодке было Я вообще просто в лодку его плывал А, они флаги сюда закинули Там все флаги у них лежат У меня еще такая идея, они побегут смотреть Ну когда прочухают то, что флаги Я туда запрыгну и легенду еще заберу Если она будет, только сюда не иди Так, на лод у них стоит где нос Он чухнул, по-моему Типа что происходит Вообще пофигу Сейчас я их еще отвлеку Кто стреляет А, это остров Сейчас прибегут Очень много всего Может бочка есть Я не найду легенду так Нет, не сабля Да где мушкетон-то, блядь Как с него стрелять-то, ёпта Как вы поняли, в этой долгой истории не получилось украсть легенду Там было очень много ящиков И ковыряться в этой куче не особо дадут Бочек у них на корабле не было Мушкетон не стреляет Всюду одни проблемы и меня, конечно, забрали Но ничего страшного У нас новый день и новая история Например, этот день я начал с флотилии Это та самая с призрачными кораблями Честно, в удивлении, почему этот ивент такой частый Сделал призрачную флотилию и все продал Потом отправился на пепельного лорда Это тот самый с форта фортуны, только на собственном ивенте Он тут тоже не особо сильный И забрать его легко даже одному Когда он закончился, я собрал сокровища и повез на форпост А на форпосте меня ожидала бригантина Так, брига у нас Третий или четвертый златы Там, наверное, вообще у них Ща, проверим Я так тысячу раз сделал Все нормально было Красная бучка заспаунилась Я погнал Это корабль будет возвращаться Он не ударится об форт Ой, апа Стоят, стоят Четвертый злота на минуточку Чё, с кораблем? Блядь, на заход идет уже можно мачты на не уже в сторону поплыли но хоть одну русалка русалка не так рукой нужно не знаю оставлять их не оставлять я не по ветру уходят я уже починят его щелку вот он давайте сдадим на форт плывем когда они быстро спохватились бы решил за ними не гоняться и все продал как уже говорил в небе был форт и поплыл на него но на своем пути увидел ту бригантину и решил их наколоть бахнуть бочкой быстро наживиться сокровищами но не тут то было главное чтобы они не заметили мой корабль дофига я я просто боюсь то что мне могут это бочку принести я тут быстрее бахнут вот из-за этого всего о чем я и говорю пока тут разберешься они уже все возвращаюсь они меня херачит уже все пиши пропало и кротычу они меня сколько месили ты стояли уже погоню я уже не успею вывернуть я думал они идут в другую сторону что происходит они ни хрена и брига плывет интересно брига кому поможет набраться в долг бриг а с чего они решили что им нужно помочь они мне может на меня нападением было я хрен знает я здесь я не смогу словом не чинить надо все делать у меня еще и мачта на одну меня еще могут вошли скосить пошли в жопу блять вот это я херово сделал только не мачт блять там горюще в врезание блять бомбецы чего считал что спасибо джоня баха их рот красавец рыба рот хорош джонни вообще красава просто не рыба это что-то лучшее блять как они вообще стреляют с этих пушек они еще даже к непеля попадают с этих пушек с этих пушек и мою у меня штурвала нету если что на стрел не стреляют чем пилот у меня да так они с этого стреляют очень и и и и и и и и и ну бы с дублданом получается второе заваляется блять патроны нет чел ты чё на все меня уже расхорачивать начинаю я не поднимусь здесь якорь якорь писанки чё сказал бы чудо 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 мне нечем спрятаться ребята полезно я говорю еще раз мне попадетесь на глаза больше таких вот перед яхтой не будет понимаете да правильно понимаешь это было очень увлекательно но меня ждут дела посерьезнее долго томить не буду так как хочу показать вам этот фрагмент вот знаете когда плывете и видите корабль без замесарки у вас внутри такое чувство что уплыть и забыть про него на меня что-то дернуло и я с ними закусился надо найти этих златов капитан зарытый клад сразу начал может и с миром плыть они вдвоем там сейчас пойду покормлю акул прикольно прикольно вот ну и стало здорово здорово какие-то там злодроты сидят но то что они вдвоем фигу у меня ресурсов нет стак капитан открытое очко или как он очень опасный пират тут он уплывай 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 и вот и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Они меня так перегоняют Утонули Вообще главное мне не утонуть Русалка там Ух ни хрена себе Что-то было у них Акула ест тебя Брат Уже не ест, уже съела Это что? Откуда столько всего? А мне кажется, что это армата Все продаем и выходит прям Ну очень хорошо по золоту и репутации Остается совсем чуть-чуть И я стану легендарным пиратом Мне по идее нужно фармить еще мировые ивенты Но куда без контента Надеюсь, я расшиву их Очень надеюсь, чтобы у них бочки были на мачте Чтобы прям, знаете, по-резкому Вот это вот все сделать Нормальный вид Испанка и галеон С пятыми златами Что вы пытаетесь сделать? Мы не будем делать ничего так А бочка есть? Мне бы бочку! Ни одной бочки нет Металл Тург Металл Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Я не знаю. Ракси, лакай. Может, они сильнее разгорелись. Плохо, 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 плохо. Ладно, я выезжаю. Далее будет какой-то блокбастер. Я, конечно, к ним вернулся без ресурсов и без настроения, потому что не было бочки, которая мне бы помогла. У нас началась битва, и возможно, я бы их потопил. Но не осталось к ней пиле, и в конечном итоге меня загарпунили, на корабле были дыры, и я потонул. Решил плюнуть на этот галеон и поплыл на форт проклятых. Его забирала бригантина и даже не думал смотреть на горизонт. У меня в планах было к ним стрельнуться с острова и спрятаться на форте, но перед моим кораблем выплыл галеон. Он, увидев меня, конечно, встал в позу атаки и хотел меня потопить вновь. Я развернул корабль на форт и стал бить бригантину, в надежде, что они закусятся между собой. Битва-то началась, но цель этих двух кораблей собралась воедино, а именно потопить меня. Ко мне летели с двух кораблей на абордаж, стреляли по мне с пушек, выживал как мог. В итоге мой корабль пошел ко дну, а я, проплыв немалое расстояние, спрятался на форте. Пока лежал на вышке, галеон утопил бригантину и поплыл забиваться ресурсами, оставив одного пирата добирать босса на форте проклятых. Будут взорвать, нет? Бля, если взорвет, я не знаю. Аня. Аня. Ни хрена тут закопано всего. Ребят, запомните? Приедем, потом проверим, здесь или не здесь. Они себе грузят уже. А, они на приют жнеца сдать? Раз, два, три, четыре. Там стаканы ФП обратно за своими этими самыми. Но я успею, они сейчас пока развернутся. Там, полы могу этого долго разворачивать. Пацаны, вам в другую сторону. Если они сейчас по мне начнут стрелять, я вообще буду в шоке. Гоу, альянс, бро. Серьезно? Хэллоу! Может, они флак, сердечко спустили, а то галеон тоже зайдет. Оу-оу! Гоу-гоу, файт галеон! Один ко мне с галеоном полетел. блять они весь путь перегородили собой а то чё они тут голеон эти короли блин мать что поднимает у ю-ю-ю-ю книпель потратил все они без мальчик о ссори бро ссори ссори я не спится они мать что подняли охренеть они третью мальчик поднимают я не долетаю ну естественно есть два книпеля пошуршали минус 2 минус 1 бригантина пожалуйста быстрее все вы знаете идите в жопу держит просто блять жизнь какая-то как вас тут завертело то а не на шутку блять убили стреляет просто нахерить блять и чел у меня стоит бригантина без мачта без второй мачта ну все ясно блядь ну на блондер я думал сабля сейчас летану как это самое ладно я ухожу у меня все равно не ресурсов ничего нет ну если меня дадут войти свидание сдавайте свой лут пришлось отпустить этот галеон бригантина никак мне не помогла я вернулся на форт проклятых и забрал легендарный сундук с парой других ящиков поплыл все продавать и нужно было отдохнуть от игроков единственный ивент который был в небе это армада отправился туда конечно я забрал армаду далее все продал и начались обычные дни плавал туда-сюда встретил кракена приплыл опять на испанский форт с испанским фортом разобрался в небе загорелся обычный форт зелеными глазами на пути к нему встретил новичка который один плавал на бригантине конечно не стал его трогать и погнал лутать форт после этого увидел пепельного лорда из вол моря появился еще и мегалодон по его дни стали немного наскучивать и нужно было искать какой-то контент ну или чтобы контент нашел меня после пепельного был опять форт на корабле набралось большое количество сокровищ и я поплыл все продавать который раз увидел армаду в небе на ней был галеон пришлось им сражаться за право обладателя армады не особо долго получилось с ним возиться поджег бочку и взорвал его они все горели и в итоге утонули как только забрал всю армаду отправился на форпост все продавать дни были спокойными я что и делал как плавал по ивентам и топил нпс скелетов конечно попался еще один галеон в битве с которым не помог другой шлюп но это все уже настолько приелось что хотелось прям экшена до легендарного пирата мне остается совсем чуть-чуть и вот появляется опять сценарий как сериале такого поворота не ожидал даже я а вам будет очень интересно посмотреть 41 а чё если прям в наглую приплыть союзу эй гоу альянс гоу эли я же с альянсом прибыл я чё в этой игре так не работает дуд кайс чё вы отхерачили меня как этого блять я же с альянс и приплыл правильно он на страже привет а ты кто у меня просто некий не пишет мохито а ничего си встреча там это скалах где-то блин я не слышу это там это в скалах еще шлюп в скалах шлюп но мне только фортунг нужно потому что у них там 10 штучек осталось не берите берите мне это это вообще не на главный торговый союз это там по шлюпу а то у меня нет вылетал этом не увидел никого может уже на вышку связали ни хрена пятая афина ты тут толку и плетит а что блять по мне босс херачит еще и еды у меня нету ахерена вообще все продвигается просто замечательно помогите щас утону все габыла оба все габыла все габыла все габыла жизнь это что за шлюп еще и что 2 2 подними якорь пожалуйста я все сделала принять я горю просто виталий 1-1 джонс воды шпарит сейчас зачиняюсь а давай на на афину крути все правый борт даем приподнимая половину я даю угол все вставай там чел бьет все вот это еду нормально а а а а а а а ананасы понял не умирает тирена до цыгане о нет неужели ладно надо ребятам вытащить сундук я вам засейвлю сундук давай как и обещал мохито сундук я вытащу и отдам ей на пути осталось все остальное надо было вернуться но этот шлюп на афине плавал и мешал это сделать потратили на него примерно час я сбивал им мачту они успевали ее поднять и уплыть сейчас покажу уже единственный момент нашей стычки он стал последним для меня минус 1 блять уже поднимает я же не успею уже на 2 починил я херею просто такое везение у них нихрена тут лута охренеть лута это она кстати второй выйдет вышел я капитан держать подержи ты хорош гром очень интересно тебя смотреть да ладно блять у меня еще было парочку игровых дней где я плавал на мировые ивенты и топил корабли сожалению моя монтажная программа не дает возможности показать еще пару фортов тут мы наблюдаем уже момент когда я получаю заветную песню и звание легенды хочу поблагодарить мохито за помощь на том сервере и аметрис с ней мы докачали легендарного пирата выполнив пару ивентов и забрали форт фортуны ролик по нему кстати на канале главное что у меня получилось дойти до легенды и спуститься в подвал афин делись в комментариях о впечатлениях какой ролик еще будешь ждать честно сказать такие длинные ролики очень трудно удаются но я буду стараться радовать контентом спасибо большое за просмотр на связи как всегда мурма загляни в описание там ссылка на второй канал где выкладываю полные вырезки со стрима даже с этого ролика а также там и другие игры для разнообразия очень интересно почитать ваше мнение о ролике в комментариях пока пока и